В эфире «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии общественник Николай Пихтин. Николай, на то же время. Напоминаю всегда в начале программы о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, заранее анонсируется там «Особое мнение», можно узнать, кто будет гостем, и с помощью специальной формы вы можете задать вопрос. Все это можно сделать и в сегодняшней программе. Ну и, кроме того, и дневные развороты, и «Особое мнение» позже появляются на сайте хакирова.ру. можете переслушать или послушать впервые. Сегодня у нас большое количество тем, самых разнообразных. Ну, хочу начать с прошедших выходных. Очередные сказочные игры у нас состоялись в городе, и прошел «Сказочный белопарк». Ваше отношение к данным мероприятиям заслуживает внимания, уважения. Только уважение и очень хорошие мероприятия, сказочные игры, и каждый год улучшаются. Это отрадно отметить. Только в этом году мне не удалось побывать. Я в субботу ездил в Чепецк на День химика. А так вот по фотоотчетам, по СМИ смотрел. Довольно успешно прошло, много народу долг. Как вам такое решение? Первый день проведения сказочных игр на базе «Юркин парка»? А вы, знаете, мне кажется, это нормально. Раньше-то все в центре города было, да? Да, мне кажется, это нормально. На время от времени менять дислокацию, в разных местах проводить. Хорошо, это дополнительно зрителя привлекает. У нас, значит, сказочные игры вел аппарата в Чепецке в День химика. Да, там День химика отмечали. Я был удивлен. Очень такое грандиозное мероприятие получилось. Огромное количество людей. Ну, по моим оценкам, где-то в районе 5 тысяч, наверное, пришло в Перекопе в оздоровительном центре. Сам Перекоп я раньше не бывал, только слышал, а посмотрел. Громаднейшая, конечно, территория, все оборудование. Долго, долго, собственно, шел процесс реорганизации, да, Перекоп? Нет, это не спортивный, а оздоровительный лагерь готовый. Спортивного у меня не было еще. Ну, там, конечно, здорово сделано. Очень много площадок различных работало для детей и для взрослых. Ну, хорошо, с велопарадом и со сказочными играми все замечательно. Дальше об одной из проблем таких резонансных тем я бы хотел поинтересоваться вашим мнением. Полнейшее безобразие, как вы писали у себя в Фейсбуке, речь идет о закрытом обсуждении установки колеса обозрения на театральной площади. 25 мая в президентской приемной в Кировской области стоялось это обсуждение. Участвовали в нем глава города, главный федеральный инспектор, секретарь общественной палаты Курдюмов, Валерий Крепостнов и представитель, вернее, руководитель Кировской ячейки в сути времени Андрей Желесинов. Вот вас возмутило, что не пустили туда больше никого, да? Да, конечно. Мне кажется, такое мероприятие надо было открыто делать и граждан пустить, те, которые жители здесь, в частности, и, ну, СМИ. Ну, это уж безобразие, что СМИ не пустили людям. СМИ должны были там присутствовать и потом информировать людей, что там происходило. Претензии и беспокойства людей, на ваш взгляд, обоснованы? Потому что дом Карла Маркса Шенгейса, это как раз дом между драм-театром... Мне кажется, абсолютно обоснованно, да, потому что шум действительно был приличный, и мы люди недовольны. Так что люди имеют право высказать свою точку зрения, свое мнение. Так что это вполне нормальная ситуация, ничего здесь страшного нет. Там, кстати, Крепостнов, жители этого дома пригласил к себе, что, мол, приходите, там, обсудим все, готов идти на диалог. Вот, но сегодня, буквально перед отъездом суда, пришел пресс-релиз от университетной группы граждан, которые вот этого дома. Они, наоборот, сказали, что, значит, есть люди больные, и пожилые есть люди, они не могут прийти. И Крепостнова в 18 часов пригласили к себе к дому. Вот я, как раз, да, читаю сейчас эту информацию на 6 часов вечера. Это приглашение, но постоянно на полдень, пока ответа от Валерия Васильевича нет. Он придет, он сегодня не придет. В сквере, кстати. Да, да, да. Прикласили его. Ну, вполне поступили себе, да? Нет. Оправданно. Мне кажется, конечно. Действительно? Нет, конечно, намечено. Почему они должны идти? Куда-то, да. Куда-то, да? Вместо того, чтобы обсудить. И там еще неизвестно, опять, что за площадкой, опять была закрытая какая-нибудь, и все. А здесь, пожалуйста, открыто, все придут, посмотрят, послушают. Это нормально, так надо поступать. Кстати, как вам сейчас это место без сцены в ракушке? Ну, привычно было, что там сцена стоит, а как-то пустовато. Ну, это нормально. Я, насколько слышал, что они хотят сцена-то все равно сделать, какое-то такое более современное, более хорошее. Посмотрим. Есть ведь еще претензии и опасения в плане того, что этот сквер придется как-то частично ликвидировать там деревья. Да как без этого, конечно. Конечно, причем довольно приличная территория должна быть зачищена. Ну, я вот вообще не представляю, как это колесо было там стояло. Мне сложно представить. И пока никто меня не смог убить. А вот вся эта история, как вы ее оцениваете со сбором голосов за проведение общественного обсуждения установки колеса на сайте Вместе Киров? Да, ведь это единственная пока инициатива, набравшая 500 голосов. По договоренности города и общественной палаты с 5000 до 500 было снижено. И все. И все. И все из-за этого. Во-первых, никаких общественных обсуждений. Ну, правда, там администрация потом говорила, что колесо якобы не стационарный объект. Вот если был стационарный, вот тогда надо было. Вы знаете, вот насчет стационарный, не стационарный, я посмотрел по местным законам, как бы по документам, у меня такое ощущение сложилось, что здесь вот эта фраза не стационарный объект колесо притягивает за уши. Что значит не стационарный объект такой громадный, это же фундамент, это же обеспечить безопасность и так далее. Его же не разобрать в конце концов уже за один, за несколько часов. Борьки, как не стационарный объект, у нас одним махом раз и посносили, а колесо поставили. Как-то очень сомнительно. Есть еще свидетельствия о том, что это колесо, оно не новое. Вот это войне, что якобы где-то уже оно находилось, стояло. Тем более, значит, безопасность еще больше внимания уделять. Так что, честно говоря, не представляю. Да, вот после этого закрытого обсуждения 25-го числа Андрей Мажетинов потом пообщался с журналистами и рассказал об этом совещании. Ну, во-первых, главный федеральный инспектор Пакетовской области Владимир Климов посоветовал администрации города начать какой-то диалог с жителями города. Ну, это давно надо было начать, с самого начала надо было начать. Секретарь общественной палаты Дмитрий Курдюмов предложил варианты, собственно, как наладить этот диалог и это обсуждение. К примеру, он предложил провести опрос жителей всего города. Насколько реально провести опрос, чтобы в нем поучаствовало как можно большее количество граждан? Вы знаете, такие опросы, наверное, надо проводить и почаще, проводить по многим вопросам, но вот механизм этого опроса, их как-то надо упрощать. И минимизировать затраты, очень затратно получается. То есть здесь надо то ли подвыборы, то ли как референдум устраивать, то ли еще что-то, очень затратно и хлопотно получается. А какие-то технологии, какие, я пока даже не знаю, но что надо упрощать, чтобы это можно было буквально горячие вопросы выносить. Есть же страны в мире, которые там чуть ли не каждую неделю проводят опросы в городе, и еще страшно, и делаются. Интернет? Не интернет? Нет, не интернет. Интернет? Не интернет, нет. Мне кажется, доверие в этом вопросе именно к интернету, как-то было бы не слишком много. Нет, это без интернета. Возможность накруток и так далее и тому подобное. Там даже не в накрутках дело, там дело в том, что через интернет громаднейший пласт населения выпадает. Кто-то не знает, кто-то не видел, кто-то не слышал, нежели пати по референдуму проводить. Ну, у нас ближайшие выборы-то известны когда, в сентябре, а планы по установке колеса, как было заявлено ранее, они уже в начале июля. Да, уже должно стоять. Вообще, много вопросов, конечно, об этом колесу и подход власти, что вот мы вот ставим, мы считаем нужным, и никого не спрашивать, это не совсем правильно. Все же это, ну, не ларек поставить. Но все-таки, по вашему мнению, вот сейчас-то еще есть возможность повлиять на ход этого дела у общественности? Каким образом? Мне кажется, есть, а вот то, что, значит, набраны голоса проводить какие-то слушания публичные, широкие, причем с привлечениями не специалистов, не только граждан, а специалистов, а архитекторов, строителей, которые скажут, независимых, которые все это расскажут и разгружат. Я разговаривал с архитекторами, с нейтрами, они говорят, что там сплошные нарушения, там метраж и так далее, и так далее. Нарушения чего? Строительных норм. Строительных норм, что касается этой непосредственной площадки? Да, и безопасности, да. Там есть ограничения, сколько метров должно быть от колеса до зданий, соответственно, здесь два раза ниже зданий. Подождите, эти люди знают во всех подробностях уже? Нет, вообще-то как о колесе, о колесе обозрения, оно должно иметь, когда есть норма. Так, в чем вопрос правоохранительного органа, раз это нарушено, нормативов и так далее? О чем вопрос? Вопросов много. Вопросов много. Ну, подождем сегодняшнего вечера, вдруг состоится, да, встреча жителей дома инвестора. Ну, я сомневаюсь, что он придет, но, тем не менее, жильцы молодцы, что такое хольт-ритрение. Напомню, что это особое мнение Николая Пихтина, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим. Продолжается особое мнение, сегодня это особое мнение Николая Пихтина, общественника, про общественную палату, хочу вас спросить. Все-таки я напомню слушателям, что Николай член общественной палаты второго созыва, второго, не первого, второго. Это время быстро идет, уже забывается. Да, я имею в виду новый проект нашей региональной общественной палаты, это контроль за дорожными работами. Ну, вы в курсе, что после того, как стало известно, что дополнительные деньги в регион придут, губернатор ему сказал, надо как-то проконтролировать, а давайте общественная палата этим займется. Рабочая группа создана. Сайт видели, да, уже? Общественные палаты там будут помечены красным, желтым и зеленым цветом участки. Соответственно, в каком статусе они находятся, любой может присоединиться к этому контролю, заявляется. Мобильное приложение есть в планах создать, чтобы люди сразу со своих смартфонов могли снимки, в том числе дорожных работ отправлять. Как вам такая тема? Нет, хороший проект, нужное дело и очень важное дело, но уже я вижу, появились элементы сопротивления этому проекту. В каком роде? Прозвучали фразы от дорожников, в частности, я в фейсбуке читал о том, что какой-то контроль может быть, общественники ничего не понимают, не разбираются в строительных нормах и так далее, что они могут наконтролировать. Нам руководитель группы Андрей Юсенко пояснял, что там все-таки предъявляются некие требования к знаниям активистов, базовые какие-то знания должны быть, дорожные по строительству. Что-то такое, честно говоря, я не понимаю. Не соглашусь. Вот я на автомобиле не езжу, хожу, вижу это все. Кстати, вчера ролик сделал, снял перекресток. Вы ездите на автомобиле, и нам с Вами, честно говоря, технологии и все эти нюансы, тонкости, знать ни к чему. Нам нужно, чтобы была ровная дорога. Хорошая, без ям дороги. Есть яма, значит, это ненормально. Если ее нет, значит, нормально. А зачем нам разбираться в технологии? То есть идея хорошая, а вот реализация... Вы знаете, да, я как-то уже озвучил, работа с экспертами, она имеет и обратную связь. Такой отклик может иметь обратный. Он заключается в чем? Вот я условно так скажу, если Вы сейчас выйдете, что на дороге есть яма, так, на дороге, Вы будете возмущены. Но если придет эксперт, то Вы через 5 минут увидете убежденным, что это нормально и что так и должно быть. То есть эксперт пояснит, что не все так плохо, поставил все нормально. Да, что не все так плохо, что это все в норме, так и должно быть, и вплоть до того, что денег не хватает. Нет желания присоединиться к рабочей группе? Нет, физически по времени не получится, но я по мере возможности буду что-то предпринимать. Ну я делаю уже, вот я вчера ролик выложил, я думаю, что он какой-то реализован, все равно сделаю. Плюс у нас ролики, видите, как прошли, на НТВ прошел ролик, крипичку когда засняли, и она в Салтыковский дрин-шоу попала. И Киров благодаря этой видеосъемке попал в город Глупов. В целом ситуация по дорогам, ну сейчас все, наверное, автомобилисты возмущены, что несмотря на то, что у нас регулярно появлялась информация, что у нас новые и новые деньги выделяются на дороге, возмущение связано с тем, что сейчас ничего не делается. Вот ждем, когда будет разыграно, и вопрос серьезный, почему бы раньше-то этим не заниматься и начинать ремонтировать деньги? Почему раньше не заниматься, здесь действительно вопрос серьезный о город администрации, а физически, да, получится так, что эти ямы сейчас в осенье заделывают, а там уже снег выпадет, и это уже не видно будет, а весной опять получим то, что нынче получили. Если зима будет такая же? Да, мне кажется, не в зиме делаю, в качестве работы уже дорожников и контроля за ними как раз. То есть здесь надо больше внимания, наверное, все же уделять на то, что, а где же профессиональная гордость дорожников, почему они так делают? Почему они такое допускают? Сложный вопрос. Если есть гордость профессиональная дорожников, он просто делать не будет, а бы как, он будет делать качественно. Но вы же знаете, если они сделают качественно, многие в этом говорят, что чем дальше-то заниматься? Да, чем дальше-то заниматься. Ну у нас ям много, еще районов он рядом. Но, однако, ситуация такова, что в дорожнике ел утепля, пришли, сделали, вот ровненько загадали, в хорошем случае сняли, гормолистов пригласили, показали, что елит ровненько. Есть, конечно, еще серьезный вопрос. Ну вы знаете, да, что зачастую субподрядчики, так называемые, да, появляются в этой сфере. Просто есть страны, где субподряды в дорожном строительстве и ремонте запрещены. Если ты заключил, ты и работаешь. Вы согласны с этим? Да, я согласен. У нас сейчас в Госдуме, по-моему, такой закон выносится, и там они изучают китайский опыт, где еще, значит, участвующие в дорожном строительстве и в ремонте, они проходят определенное такое лицензирование, получают право как бы на то, чтобы такие работы вести, соответствующие ответственности и все прочее. Но здесь опять вопрос контроля. Когда сделают, то все равно нужно контролировать. И чтобы они исполняли свои обязанности, гарантийные в том числе, которые у нас в профессии никто и не делает, по-моему. Может быть, единичный результат. Слушай, ты сейчас вопрос созрел. А может быть, не общественной палате этим заниматься, этим контролем? Или... И общественной в том числе. Палата тот орган, который вполне... Нет, она вполне и общественная в том числе. Но если инициативные граждане появятся, еще что-то создадут, то это не хуже будет. Это только народ будет. Еще одна новость, ну, не такая свежая, конечно, связанная с общественной палатой. Я имею в виду ленарное заседание ОЗС 19 мая, где в том числе рассматривался законопроект о наделении общественной палаты правом законодательной инициативы. Всем известно уже, что не набралось необходимого количества депутатских голосов. Речь шла о 36 голосах из 54. Вот Марина Копырина, член общественной палаты, считает... В эфире, точнее, ее слова прозвучали. Мы же хотим и оперативность, чтобы была, комментируя, право за инициативу. Я понимаю, что мы можем любому депутату, к любому депутату, к правительству с какими-то своими предложениями обратиться, чтобы кто-то нас поддержал и вышел за инициативой. Но это же все время необходимо встретиться с кем-то, убедить его, чтобы он проникся и понял, что мы хотим. Это вопрос времени. Вы знаете, во-первых, я не сторонник инициативы. Ну давайте, да, с этого начнем. За вы или против все-таки? Я не сторонник. Почему? Потому что, во всяком случае, меня пока еще никто не смог убедить, что это надо делать. А как вас убеждали? Ну пытались что-то, объясняли. Вот, допустим, вот как и принято, например, что вот по времени, что времени много, но на самом деле сам процесс подготовки законодательного акта – это довольно сложная штука. Это нужно массу согласований, написаний и так далее, и так далее. Это не так просто все это делается. И смысл какой? Я не вижу. Она проба в чем, что сейчас можно обратиться к депутатам, к любому группе депутатов, в комитет прийти со своей инициативой. И если это нормальное предложение, то наверняка поддержит, и на пленарку вынесут. И как бы я проблем это здесь не вижу. И зачем это надо? Это же целый механизм придется создавать юристов, еще кого-то, консультантов, которые будут готовить эти законы. Это очень сложная штука. Сторонники инициативы говорят, что все это уже есть. Этими силами мы обладаем. Сомневаюсь. Сомневаетесь? Я сомневаюсь. В том числе есть там претензия у некоторых депутатов, как-то касается именно этого, что штат будет разбыт. Я не исключаю, что под это придется штат. Потому что там физически просто не сделали. Даже поправку в закон нести, это очень сложный, но заемкий процесс. В день, когда стало известно, что не получит у нас, пока не получит, по всей видимости, общественная палата правозаконимизации, губернатор написал, что не понимает позицию депутатов, будет еще раз уносить. Убеждать надо. Убеждать депутатов? Конечно, убеждать, доказывать, так же, как и меня. Чтобы я был сторонником. Пусть докажут, убедятся, что да, это необходимо. Тогда времени не изменится. Неделю назад мы как раз говорили на этой теме на нашем эфире. Я пытался выяснить, в интернете, естественно, у нас же уже масса общественных палат региональных обладает. 18, по-моему. 18, да? Обладает правом законнициативы. Пытался выяснить, чем же они занимаются, какие законопроекты разрабатывают. Нашел, правда, немного информации, но, вы знаете, тематика-то та же самая. Чем и региональные парламенты занимаются. То есть самые болезненные вопросы. ЖКХ, социальные. Конечно. То же самое. Я слышал, что не 18, а 15, по-моему, регионов имеют. И они один или два закона только еще подготовили. Все вот так что. Очень понравился мне, понравился в кавычках, в Самаре или, по-моему, в Саратове, общественная палата разработала поправки в законодательство, связанное с экологией, с природопользованием. И там один из пунктов обязать тех, кто вырубает одно дерево, сажать три дерева взамен. Вот такая законодательства. Такая инициатива может быть хорошая, но дело в том, что что значит обязать? Это же надо подготовить. Это надо расписать все. Это не так просто. Если провозгласить просто, что обязать, это одно. А когда прочестное результат добиться, чтобы реально человек, срубивший дерево, посадил 15, для этого механизма нужны и контроли, и так далее, обеспечения, и все. А еще наткнулся на такую аргументацию? У нас в Кирове норма есть, существует. А во всех городах существует. Там, по-моему, дерево лидал, урубило, 15-20 должен посадить. Но никто не контролирует, где их посадили, их посадили вообще, и какие посадили. А вот еще используется такая аргументация у общественной палаты, у которых уже законодательства есть, вот когда обсуждение, какая-то проблема накаляется, очень веский аргумент, представители общественной палаты заявляют, ну у нас же законодательства есть, значит мы добьемся, чтобы это тема. Вот весомый аргумент? Нет. Для меня нет. Ну потому что еще не добились ничего. Не добились. И как добьются? И сейчас есть, я говорю, сейчас есть все механизмы. Пожалуйста, кто желает, приходите на комитеты в АЗС, приходите, берите депутатов, приглашайте депутатов к себе на заседание комиссии. Обсуждайте, убеждайте, доказывайте, и это все будет делаться. По вашим прогнозам, по ощущениям, все-таки положительным для общественной палаты, отрицательным будет вопрос решен в ближайшее время. Мне кажется, мы добьемся его, да, да, это вопрос. Все же будет законодательный инициатив, а результаты какие, посмотрите. Сейчас у нас небольшая реклама, я напомню, что это особое мнение Николая Пехтина, общественника, две минуты и продолжим. Продолжаем наш разговор с Николаем Пехтиным, общественником, и еще, я еще хочу об итогах вот этого последнего, вернее, крайнего пленарного заседания ОЗС еще поговорить. Как известно, было принято решение 19 мая о том, что деньги на капитальный ремонт, собираемые в одном муниципальном образовании, можно будет тратить на соответствующую нужду в трогом муниципальном образовании. Многим не нравится, много скептиков по этому поводу. Как так? Нет, дело в том, что когда вот это... Не разбериху. Дело не в разберихе, не разберихе. Когда начиналось формирование все это, и когда вот эти пошли платежи все, у людей было опасение большое. Напомню, за декабрь 2015 года мы впервые платили. Что у людей было опасение, что деньги, ну, как у нас часто говорят, разворуют, не туда уйдут, там, и так далее, и так далее. То есть опасение уже такое было. А это вот один из первых звоночков подтверждения вот этих опасений. То есть уже деньги начали. Нет, давайте мы не в этом районе, а вот на этот еще потратим. Если это пройдет, то в дальнейшем, ну, так может, образно скажем, власть распорясывается и скажет, так мы сейчас эти деньги еще и сюда сможем, и сюда сможем, и сюда сможем. И... Вообще не надо примонить. Да. Конечно, конечно. Мне кажется, это вообще не допустим. Как уверяют ответственные люди, в том числе руководитель фонда капитального ремонта, там жесткие правила будут прописаны все-таки. Ну, правила меняют. И если муниципалитет не вернет, то в будущем на эту сумму будет закрещено финансирование. То есть... Ну, пострадают... Не в его интересах не возвращаются. Пострадают. Пострадают-то граждане. Дальше... Ну, правила меняются. Они изменят правила в любой момент. Вот как с колесом. Раз и вдруг не стационарный объект, колесо громаднейшее в городе. Вам известен, да, эти грандиозные планы фонда капитального ремонта, да? О том, что там огромное же количество домов. Ну, тема очень больная. Там много вопросов. В частности, вот... Ну, хорошо, вот мы в нашем доме сделали на свой субсчет. Вы сделали капремонт? Нет. Или собираете на спецсчет? Да, да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. А что происходит? Было собрание. Я на собрании убедил. Как бы повлияло. Вот именно вы... Я и еще несколько людей были сторонников до этого, что нужен свой субсчет. И сейчас мы видим, что это правильно сделано. Наши деньги лежат. Мы вот недавно было собрание, нам отчитались, сколько там денег, что мы сами решаем, куда решили пока подождать, пусть еще поднагодки. Тариф у вас такой же же? Повыше. Такой же. Такой же. Да. Хотели побольше сделать, ввиду того, что дом не совсем новый, но пока так оставили. Оно как бы более прозрачное, более надежное. Вы довольны? Мы, в общем случае, на сегодня, да, довольны. Тем более, что у нас в доме надо менять систему отопления, там еще что-то, там проекты сейчас делаются. Возникает... Сколько уже собрали? Более, чем... Ну, я не помню сейчас. Я сейчас не помню цифру, но не такая большая, там все порядка 200 тысяч, не так много. Дело в том, что по другим домам, а и вот управляющие компании говорили, что да, такие уже вещи были. Что такое капремонт? Вопрос очень открытый. Там оказывается, такой громадный список, что условно говоря, могут прийти, крылечка подкрасить, сказать, до када капремонт. Вот по положению, вот по лоб, входит в билю. По краси-то можно и за 5 тысяч, а можно и за 50 тысяч. Так что... Здесь очень много... Вы предлагаете как-то еще корректировать терминологию? А мы сейчас, вот у нас в доме, то получилось, мы сейчас сами будем решать, что нам надо, что не надо. Это, наверное, более правильная ситуация. Когда у вас планируется? Ремонт дома? Да. В планах, если мне память не изменяет, 24 или 26-й год. 24-й, 26-й год. Очень. 10 лет. Да. Ну, соответственно, за год накопили. У меня опасение другое. Допустим, придет это время, 24-й год, допустим, да, допустим, есть сумма там какая-то определенная. Что сделают на ней? Естественно, те, кто будет строить все это, они захотят как можно больше получить, и как можно меньше потратить сил. Они придут там, вот это точно, кто вы поменеет, и скажет, да, вот у вас все, на 3 миллиона вы поменяли, больше денег нет. А в нашей ситуации мы сами будем решать, что надо делать. Хорошо, переходим на другую теме. Праймерис Единой России, который состоялся 22-го мая, неделю назад, тоже хочу поинтересоваться вашим мнением. Интересная ситуация. Собственно, да. Интересная ситуация. Интересная ситуация. Собственно, вот сама форма, сама суть, да, на ваш взгляд, ваша оценка, и итоги? Собственно, сама суть интересная, то, что это новое. Мачелька в таком масштабе еще не проводила. Все это своеобразно, так, партия Единая Россия, кого покажут, что, ребят, проводите. Хотя, по мне, так как-то они прошли, опять же, замкнуты, как-то калуарно прошло. Кого туда приглашали, кто там голосовал, как отбирались. Но по официальным данным, по региону, у нас более 100 тысяч человек в его части. По Америке. Ну, это как раз примерно состав партии. Нет, хотя с другой стороны, понимаете, ну, это внутрипартийное дело. Вот они решили провести. Ну, вы проводите, ради бога. В принципе, любая другая партия имеет право то же самое сделать. И, скорее всего, мне кажется, на следующий выбор, они примерно это и будут делать. Другие партии. Как образец сейчас из Италии, то так что все это как-то так коваренько. Что касается итогов, то, ну, в частности, про Госдуму, скажу, у нас по Кировскому одномандатно победил Рахим Анимов, по Чипецкому Олег Куренчук и, соответственно, по списку глава города Владимир Рубников. Ну, как я ожидал. Желаемый был? Ладно. Вполне. Кто бы сомневался, Кто бы сомневался, да? А так и было. А остальные как бы так бухерно прошли, наказали. С какими эмоциями Вы восприняли участие в праймере с людей, ну, которых так и не подумал бы, если бы не увидел в их списке, но я имею в виду... Это Усенко-Титов? Да. Секретарь общественной палаты Второго Созынова, вице-президент интернет-сторгово-помышленной палаты Андрей Усенко, руководитель библиотеки Менингерцена Универта Гурьянова, Роман Титов, руководитель Вот я с чего начал, что если бы это было более, так сказать, открыто, более открыто проводилось, то у них было больше шансов набрать голосов, я не исключаю, что... Открыто в смысле, чтобы они объяснили в том числе, значит, я им это не... Нет, открыто сам процесс выбора на эти, вот этих кандидатов на праймерис и само проведение голосования, оно прошло как... Ну, в моем доме, например, не было ни колес точки, ни информации, где чего... И какого приглашения? Никого приглашения, ничего не было бы. Если бы было более широко освещено это хозяйство, и люди приглашались бы, и было бы, пришло бы не 100 тысяч и больше, то я считаю, что вот у этих ребят, у Курьянова было больше шансов, а может быть, победил бы кто-то из них. А так, как бы, своеобразно заточено уже было под кого, и так оно и прошло, что ожидали, то и получили. Хорошо, давайте еще одну еще одну тему. Хотя я подчеркну еще раз, Володя, что это внутреннее партийное дело, в принципе. Партия сама решает, как ей делать, как. Только лицо так свое немножко, а не потолк. А, вот это, да, запамятовал у нас на прошлой неделе, Роман Титов заявлял, что он будет пытаться попасть в ОЗС от Слободского округа. Ну, Лакиму в руки. Молодец. А ваш прогноз вообще по поводу проведения пренуберной кампании? Оппозиционные уже представители, они жалуются на некое давление, недопуск в СМИ? Ну, недопуск в СМИ, это, оппозиционные, они всегда жаловались, всегда были жаловаться, это, по-моему, вечная тема. Вопрос в другом, что я вот нескольких юристов спрашивал, опять же, вот в Фейсбуке я чаще с кем-то общаюсь, насколько законно все это. То есть, получается, по сути, как я понимаю, то, что сейчас произошло, праймерис и подготовка к нему, и все, это агитация идет уже. А выбор еще не назначен. Официальная компания еще не стартовала, а уже агитация идет во все. В том числе, коммунисты разъезжают по городу с динамиками, с флагами ходят, и так далее. Агитация чистой воды идет. Кстати, они, коммунисты, имеют в виду, подписи в себя за отставку главы города. Они и подписи за отставку главы города собирают и ездят с кранкоговорителями, с флагами. Это чистая вода агитация идет. И как бы никто это не замечает, агитировать. Хотя вы считаете, что надо обратить на это внимание? Мне кажется, да. Все же, если мы в правом государстве живем, есть законы, но мы бы не были, надо исполнить. Остается немного времени у нас хочу еще один вопрос задать. Я не понимаю, честно говоря, почему мы об этом говорим постоянно. Но вот есть депутат ВОЗС, зовут его Михаил Конышев. Активно он добивается того, чтобы стрелки часов в Кировской области были переведены на час вперед. Обоснование достаточно большое у депутата, неудобно, в том числе, в первую очередь, для сельхозпроизводителей. Обоснований, извиняюсь, мешаю, обоснований там никаких нет. Нет? Нет, нет эмоций. Вы читали это? Да, конечно. Вы еще помните времена, когда наш регион на час вперед жил? Да, вот было неудобство, я скажу даже, в чем это выражалось. Во-первых, при переезде в другой город надо было постоянно не забывать перевезти часы. Во-вторых, у нас Ленгасово, Зуевка и другие жили по московскому времени. А потому что у них вся железная дорога работала по московскому времени. Это было колоссальное неудобство. Дальше, если говорить о телепередачах, которые как бы народ смотрит их, приходилось в час ночи, в два ночи смотреть передачи. Ну, это ненормально. Дальше, вот сейчас многие, которые тоже за перевод не пишут, да вот, что такое, там 2.30 уже святая так. Я говорю, переведу стрелки в 3.30, будет святая, тебе еще легче станет, что ли? Какая разница? В чем? Не принципиально. Не принципиально абсолютно, конечно. Дальше, если по большому счету говорить, вот я вспоминал и все же вспомнилась в те времена, в старые, где-то, ну, так скажем, 70-е годы, в мае, в месяце, вот в это время темнало, не в 9, а в 11 часов. То есть, на 2 часа у нас изменилось в то же время. Это надо по всей стране сдвигать, а не только у нас, в Кирове. Дальше, эти коныши сейчас продавят этот вопрос, переведут на Бремя. Я уверен, убежден на 100%, через год появится депутат Вася Пупки, который скажет, ребята, это неудобно, и даст аргументы, давайте обратно переводить. Пора качать, это очень хорошо. Я поясню, почему я именно этот вопрос Николай задал, потому что данная тема снова рассматривалась на предназначном заседании с 19 мая, там речь-то шла о том, чтобы поправки в федеральный закон внести, об исчислении времени, такой новый ход. Нашелся непросто. Мне кажется, предвыборные такие ходы. В общем, не надо перевозить. Я коллегорически. Отстаньте. Отстаньте. Вот для себя. Ну, сколько можно. Вот смешно, банально, вот когда переводили с зимнего на летнее, летнее на зимнее, так, я дома посчитал, мне дважды в год надо 15 часов их перевести туда-сюда, дергать стрелки. Ну, что издеваться над людьми-то? Кто-то забыл, кто-то не перевел, да, постоянно. А, кстати, вы как часы переводили? Дергал вперед? По-моему, дергал туда-сюда. Нет, по-моему, есть плохая такая примета, ну, примета, которая считается плохой, нельзя часы переводить назад, только лишь вперед. Нет, я и переводил, и туда-сюда, наверное, еще одна тема, которую подниму до конца вашего особого мнения, это организация платных муниципальных парковок в Кирове. Администрация созрела уже, об этом, в том числе, в нашем эфире было заявлено. Первая такая стоянка будет на месте бывшей ярмарки на Комсомольске, рядом с вокзалом. Когда ярмарку убирали, власти сразу же, говоря о том, что пока будет бесплатно, в перспективе надо будет платить. Ну, а в целом в нашем городе мэрия нашла порядка трех десятков мест для организации платной парковки. Нет, миграция это хорошее дело, и их надо делать, как бы там некоторые автолюбители были недовольны. Во-первых, никто не обязывает тебя ставить на платную парковку, пожалуйста, есть альтернативные варианты. А во-вторых, если будет система правильно сделана и будет поступление на них парковок идти в реальный бюджет. Но чиновники городские говорили о том, что если эти деньги пойдут на ремонт. Ну, на ремонт или еще куда-то, это уже другой вопрос, но главное, чтобы они не получилось так, что за копейки сдали в аренду землю, появилась какая-то фирма, которая там паркает. Это муниципальная. Муниципальная. Это нормально, и пусть бюджет наполняется, и пусть будут платные стоянки. Это нормально, ничего страшного в этом нет. А вы знаете, что среди участков для этих платных парковок, парковка, которую мы сейчас можем видеть из окна, рядом с правительством Кировской области. Тоже платно надо сделать. Платно. ЗАВ? Конечно. ЗАВ платно. И площадка, парковка рядом с созданием городской администрации. Тоже платно сделать. Ничего страшного. Но ведь цель-то тут более, не просто деньги собрать, не только, или даже, может быть, это где-то на последних местах вопрос сбора денег, в общем-то, как специалисты-то говорят, а вопрос-то в том, чтобы изменить сознание автомобилистов, чтобы меньше пользовался с личным автомобилем, больше общественным транспортом. Я это и хотел сказать, да. Плюс дорожная инфраструктура, изменения, развязки, строительство. Плюс это уход за самой стоянкой, обеспечение безопасности и так далее, и так далее, и все это. Это, конечно, изменения в городе и хорошая мемортина, нужная вещь. Ваша бытность, членов общественного полу, ведь этот вопрос, на мой взгляд, обсуждался, неоднократно. Нет. По поводу парковочного пространства. Нет. Общие какие-то слова были, а конкретики никакого не было. Завершается на этом время особого мнения, особое мнение сегодня высказал общественник Николай Пиксин. Спасибо. Вам спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.